здравствуйте дорогие друзья сегодня немножко мы поговорим о таком коротком этюде гипсовой головы вот палитра после прошлого сеанса отчасти это удобно потому что уже много чего хотя нет не так просто если вы перед этим пописали то вам легче 2 сеанс обычно всегда как-то следом если он идет за первым то он идет легче то есть хорошо уже расписаться потом иногда махнуть что-нибудь такое быстрое и так вначале нам надо расположить на холсте вот справа немножко жидкая взял сейчас справа вы видите фотографию готовой работы и собственно говоря вначале нам важно расположить и мы стараемся одновременно взять пропорции насколько как бы можем надо ли мерить не знаю ну в данном случае кажется немножко потом мерил но не ошибка вот вначале мы раскидываем где будет располагаться посматриваем на пропорции что-то меняем что-то двигаем что-то корректируем ведь кисть довольно крупная может быть и начинаем раскрывать но поскольку фон темный то собственно говоря можно раскрывать сразу с фона именно потому что он больше отличается по тону от тона холста ну как-то стараемся замешать более-менее цвет и в то же время раскрывать сразу широко и одновременно немножко туда добавляю всякие оттенки ну как бы отчасти они выдавливаются из самой кисточки при этом смотрим у нас появляется пятно будущего изображения смотрим на форму пятна и делим на части на куски крупно поскольку и тут быстро и да то достаточно как бы достаточно крупно делим большой кистью можно это делать без какого-то предварительного рисунка то есть от пятна прикидываем где какие будут части именно крупные то есть начали раскидываем крупные части будучи готовы их подвигать до где что будет располагаться и раскидав крупные части мы смотрим и на общее тоже по возможности крупные какие-то тени можно сразу раскрыть немножко съемка под углом да поэтому она как бы выглядит немножко поуже и нам необходимо раскрыть фон опять же потому что изображение светлым пятном на темном фоне то есть нужно нужно создать этот темный фон по отношению к которому собственно наша голова будет светлым пятном по возможности какие-то оттенки тоже туда вмешиваем не сказать чтобы стремиться к точности да но просто чтобы не было однообразно конечно если вахматов он решен то это хорошо потому что он на контрасте с самим изображением до которые несколько более подробно они будут на контрасте усиливать друг друга ну вот практически фон сейчас раскрыт немножко чуть-чуть еще домазываем до краев можно домазывать можно не домазывать но вот рядом с головой конечно лучше чтобы фон был раскрыт то что впечатление темного фона со светлым пятном она получалась смотрим на общие пропорции что-то хочется по кошке там много хочется что-то немножко покорректировать и мы готовы двигать части то здесь нельзя давать центральным частям расползаться если они велики получились то это дело ужать да если получились центральные части велики а так легко получается потому что они привлекают больше внимания то будет как быть готовыми их ужать и немножечко уже раскрываем как бы светлые тени и полутона то есть у нас светлое пятно головы на темном фоне но она делится на совсем светлые части и менее светлые части вот менее светлые части в первую очередь имеет смысл раскрывать то что они опять-таки больше отличаются вот белого тона холста и раскрыв мы готовы их видоизменять двигать на то есть нам для того чтобы понять чего подвигать нам желательно раскрыть что то что мы в натуру воспринимаем же как набор пятен они как набор линий поэтому нам надо из ли из линейного даже сам короткий все равно перевести в пятновой режим и уже пятна немножко корректировать чего-то можно подвигать да ну вот на понятно что много макушки если вот кажется так то можно быстро что-то померить опять-таки поскольку работа короткая то не не погружаться в измерения может быть какие-то подробные а так как бы самое главное только померить пытаемся подобрать цвет ну вот я решал в холодном ключе мне просто это нравится да то есть это не то чтобы это гризаль потому что у нас все равно света теплее дать и не холоднее но сам спектр смещен в холодную сторону вот но сейчас видите уже белого практически не остается то есть мы все равно даже светлым местам какой-то общий тон добавляем как какой-то общий тот задаем вот у нас начинают появляться основные пятна более-менее да и когда они появятся то будет возможность немножко посравнивать и эти большие же пятна их пока покорректировать собственно говоря основные крупные пятна на голове это и есть предмет нашего интереса предмет наших исследований не для того чтобы эту работу сделать а для того чтобы как раз делая эту работу как бы обогатиться пониманием больших пятен в голове в голове понимаете да то есть мы делаем эту работу для того чтобы настроить как раз свой мозг на вот восприятие пятнами и на задавание вопроса какие основные пятна это пример как бы основных пятен светлого и темного в голове мы переключаем свой мозг на восприятие пятнами да и задаемся вопросом а какие собственно пятна основные ну вот как-то уже сейчас у нас пятновая картина складывается более-менее мы готовы подвигать насколько можем да то есть мы задавая пятна двигаем потом уточняя пятна мы тоже двигаем их уменьшаем увеличиваем немножко места местами где-то место их расположение этих пятен передвигаем до корректируем ни в какие детали мы не лезем то есть видите мы сейчас как бы можно сказать наслаждаемся большими пятнами ты там мне кажется довольно важный момент как бы не только работать общими пятнами но и можно сказать тащиться от этого то есть что насколько как бы чтобы это нас прикалывало на как большие пятна располагаются как пример для того чтобы в целом нам так воспринимать в будущих каких-то работах немножко их корректируем но мы их не то чтобы насыщали деталями мы наоборот стараемся их как бы сохранить именно крупное общее просто его подвигать взять его более характерно это важный очень момент о котором хочется сказать то есть мы должны полюбить вот эту стадию больших крупных пятен и полюбить именно вот на уровне больших пятен что-то двигать уточнять а детали они потом сами проберутся как тараканы и при этом нужно сохранять подозрение что где-то что-то надо все равно еще подвигать да то есть не успокаиваться не то что наметить а потом спокойно насыщать деталями ничего подобного вот крупные наметите быть готовыми их по передвигать еще по уменьшать по увеличивать расстояние покорректировать ну вот сейчас крупные пятна они стали несколько характернее да они пока не становятся подробнее но они стали несколько характерней теперь мы их ну во первых можем возить еще более светлые куски да и в то же время мы готовы эти крупные пятна подвигать замешиваем с белилами что-то теплое это для светов святать и в теплые до теплее чем средние тона не говоря уже о тенях прокрываем как бы свята нас получается что нас появляется тепло холодность то есть теплые свету до холодные холодные все остальные прикидываем нос носу обычно свойственно сползать в нашу сторону когда мы рисуем в три четверти это очень часто происходит так понаблюдать своими за чужими работами то есть это вот такая норма ну и вот еще немножко вот светлым и теплым прокрываем света то есть везде кладя маски мы настраиваем себя на на то чтобы этими мазками основные крупные пятна взять чтобы они вышли характерно как они расположены какой они формы как бы стараемся смотреть обобщенно игнорируя немножко детали и смотрим а большие пятна как расположены какой они формы стараемся работать по всей голове нигде не зависать как только зависнешь сразу это путь каш в ошибке да то есть чтобы меньше ошибаться нужно воспринимать целостно чтобы воспринимать целостно нужно вести всю голову чтобы вести всю голову нужно по всей голове перемещаться там сям здесь важный момент наступает снова отрывать себя от детали за так детали снова стараться как бы отодвигать немножко появление деталей а именно что мы крупные пятна уточняем и как следствие он становится не только характернее но и подробнее понимаете да вот этот принцип то есть не просто вот что-то наметили детали туда нафигачить а именно как бы немножко позависнуть в крупном состоянии таком состоянии крупных пятен эти крупные пятна именно корректировать но для того чтобы крупные пятна корректировать где-то мы более мелко работаем почему потому что у крупных пятен тоже есть границы с не механически добавляем детали а именно где-то подчеркивая какие-то характерные моменты мы таким образом корректируем на самом деле снова корректируем крупные пятна хотя кажется что мы просто вносим детали механически ничего подобного стараться отрывать себя от каких-то кусков не давать себе долго на них зависать силуэт тоже сравниваем да может быть что на что попадает по вертикали что-то двигаем что на что попадает по горизонтали то есть ну в основном центр поскольку все равно конкретнее дамы периферию немножко корректирую пациент под центр если это не противоречит композиции если нужно композиции было бы сохранить периферию там и центр вы меняли сейчас немножко подрезать сверху да там лишние счет померить да как там по натуре тут тоже у себя померить и немножко укоротить длину вот собственно предыдущую стадию и вот эту стадию до такой достаточно обобщенные обида это просто чуть подробнее их как бы надо полюбить вот на этом этапе как бы стараться побольше поработать опять-таки вот какие-то куски беря характернее нужно себя от них отрывать не позволяйте ни на каком из них надолго зависать да значит кусок станет хороша всей голове может быть урон это важный момент да чтобы мы не делали что на что попадает по вертикали посмотрим на самом деле можно было бы и более крупной кистью все это делать это какие-то такие моменты характерные как глаза намечаем не смысле что он прям рисуем глаза просто стараемся в этом районе основные пятна ухватить ну с глазами обычно проблема такая что на разной высоте получается на нужно это посматривать и левее правее как относить на них нос то есть нос еще будет передвигаться вправо сейчас видно что немножко влево чуть-чуть уехал как это часто бывает то есть в нашу сторону когда мы голову рисуем в три четверти то нос уезжает в нашу сторону и видите вот более мелкие пятна опять же мы берем принципиально то есть какими кус какими как направлены до какими грубо говоря плашками да они как бы расположены с мазки как бы достаточно грубые но в каждом мазке мы стараемся посмотреть как расположена пятно посматриваем то все то есть нигде не зависаем до смотрим там опять периодически что на что попадает как по вертикали так по горизонтали так что тем более некоторая ракурсность да есть вид сверху поэтому тут могут быть свои сюрпризы что-то может куда угодно уехать крупные уже более мелкие крупные из более мелких 5 намечаем стараемся нигде не зависать до работаем там сям потому что любое место чтобы сравнить на что другие были поле более похожи а другие еще пока не готовы и получает что мы всех одновременно двигаем для того чтобы всех иметь возможность сравнить любое место 5 а а и и и и и Продолжение следует... Ну вот, какая-то такая сейчас стадия. Дальше мы занимаемся тем же самым. Просто переключаем себя, то светлыми занимаемся, то темными. Как бы, что нужнее на данный момент. Дальше мы занимаемся тем же самым. Ну, в идеале, конечно, еще отходить на расстояние, смотреть издалека на все это. Так, снова замес у нас какой-то такой белый с красным, с желтым, да. Ну, фотографии, конечно, более серая натура, но надо понимать, что это просто недостатки фото. То есть, все равно тепло-холодность, она существует. Итак. Продолжение следует... подвигаем себя смотреть крупно то есть на самом деле уже деталей много но как бы поскольку это идет короткий то в принципе просто по этой причине не раньше появляются сразу подвигаемся осмотреть крупно нигде надолго не зависаем смотрим желательно по всей голове да и спрашиваем себя вот в данную секунду какое мое действие нужнее глядя на всю голову какое мое действие в каком месте сейчас нужнее но среди галочки этот очень здорово рода на ну все знают да что это скульптура родина да ян креститель вот нос виде галочки этот момент очень нравится хорошо подчеркнул кончик носа виде зал очки опять занимаемся тем же самым то есть смотрим ки основные пятна да где чё пока река откорректировать не просто добавить деталей а чтобы основные пятна были более похожи там с боков некая дребедень до из кудряшек так на таком стае стадии на такое оставить что-то можно пальцем быстро иногда смазать света самые света где-то сейчас уже чистыми белилами но в любой чистым белилами можно с чем-то теплым замешать или просто чистыми белилами среди светов есть совсем света да не так много поэтому нужно сравнивать между собой света кто кого теплее кто кого темнее кто кого светлее также сейчас еще смотрим где нужнее да где на какое наше действие глядя на всю голову сейчас нужнее да то есть не на кусок смотрим а в целом на всю голову смотрим исходя из этого уже на кусок то есть прежде чем детализировать да еще посматриваем на основные пятна чтобы они нас устраивали так ну что то где то сейчас будем уже снова темным да то есть мы работаем по светлым там чуть-чуть то темным сейчас темным тоже корректируем что-то куда-то этики мы не рисуем глаз мы просто берем в районе глаза основные пятна стараемся их взять в характере и этого нам даже достаточно нос возможно еще надо будет подвигать да сейчас будет двигать нос он там кстати крик тоже кривой на натуре наверно все это помнят и но тем не менее все равно его хочется сдвинуть немножко в правую сторону и глаза сейчас разного размера дальний глаз крупнее получился это надо будет как раз утрясти не должен быть крупнее не должен быть дальние половины не должна быть контрастнее чем ближние а может быть даже темнее но она не она должна быть мягче решена поэтому контрастность на переднем половине надо будет увеличить а на задней немножко преуменьшить так вот немножко досмотрим крылья носа вот эту острие тоже туда сдвигаем то есть чтоб нос немножко как бы в правую от нас сторону сдвинулся острие туда сдвинули спинку носа немножко тоже корректирую глаза верхняя часть верхняя века да наиболее светлая остальная часть темнее и толщинка нижнего века обычно светлая смотрим по всей голове где сейчас нужнее наши действия то есть нигде не зависаем надолго а а а а немножко порядок наводим уже на более боковых частях да там хотя бы в общих чертах что-то такое взять у бороды тоже основные стараемся взять пятна наиболее бросающиеся в глаза в каждом месте принципиально мы смотрим вот как мазок поставить как пятно расположена обычно под глазами особенно с боков в районе углов глаз под ними на там более светлые места на носу тоже на спинке носа местами ноги то на лбу тоже бывают более светлые места тут немножко притемнить то есть свет который на куски шеи он там темнее там периферию где-то можно слегка под заглушить и в то же время посмотреть где она расположена что-то подвигать стараемся смотреть в целом если периферия будет хуже сделано чем центр это ничего страшного центр должен как бы лидировать по сделанности вот основные берем уже бу основные меньшие пятна да где они расположены что-то где-то потемнее смотрим сравниваем смотрим вот в районе рта да тоже есть вот основные у нас заданы как они расположены то есть не то что поподробнее пока просто основные задать собственно это и делаются такие короткие задания это да вот здесь на боковых на трех четвертых сторонах что-то уточнять может быть нос еще там слегка тоже подвигать чуть-чуть крылья носа надо тоже по уточнять как расположены именно в первую очередь в виде основных пятен характерных пора но и и и ну центр уже можно несколько подробнее на опять вот подробнее значим как бы уменьшаем размер модуля до групп говоря которым работаем пуска пятна который рассматриваем и смотрим вот на более маленьком размере как основные пятна расположены иногда вытираем смотрим если необходимо фиолетовый кончился поэтому заново его составляем это можно силуэт чуть-чуть уточнить на это контраст на переднем плане можно набрать немножко та часть которая ближе к нам это да чуть-чуть уменьшить контрастность на дальние половинки немножечко тут где-то на там чуть-чуть смягчить дальняя половинка сильно контрастная будет выпирать вперед здесь на передней половине наоборот усилить контрастность немножечко волкную дедаю целью цель расцеплен цель 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 Где-то опять контраст на переднем плане, чуть-чуть усиливаем таким вот образом. Здесь уже близится к концу наша работа, где-то вот там смягчили контраст, обратить внимание, тут немножко увеличить глаз наоборот и по контрастнее сделать, тут чуть-чуть подчеркнуть, да, тоже, здесь тоже немножко по контрастнее сделать. Ну вот потихонечку заканчивается наша работа, осталось тут чуть-чуть, здесь немножко опять контраст усиливаем, бровь немножко пониже делаем. Субтитры создавал DimaTorzok Опять тоже усилили вот этим мазковым контраст на переднем плане. Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, мы будем сейчас потихонечку заканчивать. Сейчас в конце пойдут еще картинки крупным планом уже готового этюда. Понятно, что в таких коротких работах всегда остается много косяков, но либо это коротких не делать, либо радоваться тому, что зато удалось за короткое время что-то как-то ухватить основное хотя бы. Еще немножко подвинули нос, чтобы он сел на свое место. Ну вот, как-то примерно так. Наверное, у нас что-то еще там делал. А, наверное, подпись будет просто. Да, но это уже не важно. Хотя это то, чтобы все подписывали. И сейчас будут фотографии крупным планом. Спасибо вам за внимание, дамы и господа. Всего вам доброго, хороших рисунков. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok